Всем привет! В комментариях под видео о сборке АТМ Турбо многие задавали резонный вопрос. Ну и есть вот этот суперспектрум, а что дальше-то? Какой от него толк, если спековский софт на нём запускается точно так же, как и на обычных спектрумах? Всё так. Но это лишь один из режимов работы компьютера. Не зря в своё время его называли спектрум-совместимым. Но по прошествии времени всё стало наоборот. Сегодня всю линейку компьютеров называют АТМ-совместимыми машинами. К этому семейству относятся как вся линейка АТМ первых и вторых версий, так и более современный родственник ZX Evolution. Если кто не знает, ZX-Evo изначально должен был называться АТМ Turbo 3. Спешу напомнить, что главной особенностью АТМ-совместимых машин является расширенная цветовая палитра с возможностью окрашивать каждый пиксель в 1 из 16 цветов. Это значит отсутствие клешинга. Ну, это когда один объект окрашивает другой своим цветом, то есть происходит коллизия цветовых атрибутов. Второй главной особенностью является поддержка разрешения 320 на 200 и 640 на 200, а в довесок к этому ещё и быстрый текстовый режим, который для отрисовки вообще не использует процессор. Получается, это киспектрум на максималках. Так как на самом деле софта для этих машин достаточно много, то пройдёмся только по самому интересному и начнём, пожалуй, с демок. Эта короткая и простенькая демо с участием внешних пушистиков нацелена на демонстрацию аппаратного скроллинга, который случайно обнаружил Илоун Кодер, и о котором даже разработчики этого компьютера, скорее всего, не подозревали. Был ли это баг или фича, уже никто не знает. Новогодняя поздравительная открытка, где под приятную музыку бегают лисята на фоне красочного пейзажа. Большинство олдфагов узнают эту музыку из-за ставки. Но это не полноценный порт боевых жаб, а всего лишь технодемка, которая демонстрирует реализацию вертикального скроллинга. Вся игра ограничивается титульным экраном и уровнем спуска в лабиринты корабля Тёмной Королевы. Отнести эту работу к играм можно с антяжкой, поэтому она находится среди остальных демок. К сожалению или к счастью, за полноценный порт игры пока так никто и не взялся. Конкурсная интро для фестиваля Dihal 2015 Микродемка Fortress также является одноэкранной. Я бы её даже назвал анимированным артом. В целом красиво и атмосферно. А это слайд-шоу из конкурсных работ на польском фестивале International Vodka 2014 для компьютера ZX Evolution. Компиляцию работ произвел Илоун Кодер. Конкурсная работа от именитого спектрумиста Илоун Кодер в соавторстве с другими почитателями от им совместимых машин для конкурса ZXAAA COMPO 2013 Вы, наверное, обратили внимание на необычный звук, который не похож на спектрумовский булькающий чип. Так звучит карта Neo.js, без которой в этой демке звук будет отсутствовать. На мой взгляд, это одна из самых красивых работ для ATM совместимых компьютеров. Параллакс демо Ещё одна технодемка, которая в полной тишине демонстрирует возможности горизонтального скроллинга с эффектом параллакса. Фон очень похож на уровень из игры Batman Возвращение Джокера, что выходило на NES и выглядит достаточно плавно. Данная демка была представлена на конкурсе House Constructions 2008 и является первым полноценным демо-роликом для компьютера от AIM Turbo. Эта работа изначально была написана под компьютер Pentagon 1024 SL и заняла первое место на фестивале Dihal 2008. Впоследствии была адаптирована для работы на TM2. Вторая часть демки от той же группы всё ещё держит планку качества и радует новыми эффектами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередная микродемка в жанре фактора, адресованная пользователям ATM. В данном жанре программисты обычно выражают негодование к другим пользователям или группам пользователей. Как говорится, на словах он лев толстой, а на деле, ммм, тоже красавчик. Кроме красивых демок, ATM Turbo может похвастаться весьма широкими мультимедийными возможностями. Под этот компьютер есть как минимум три графических редактора, позволяющих создавать картинки в высоком разрешении с расширенной палитрой. Просмотры жеки графических файлов тоже на любой вкус. Можно открыть и JPEG, но с некоторыми оговорками. Есть также написанный Максимом Тимониным софт для просмотра ASCII графики, которая, к слову, смотрится потрясающе. Да что там картинки, этот компьютер может воспроизводить даже видео. Качество, конечно, не Full HD, но для компьютера с процессором 70-х годов и мегабайтом ОЗО это тоже очень здорово. ATM Turbo не был обделён прикладными программами, которых вышло достаточно много. Обилие текстовых редакторов, работа с таблицами и даже базами данных. Надоело развлекаться? Можешь начать составлять свои программы на множестве языков. Под ATM Turbo есть компиляторы Basic, C, Pascal и даже такая экзотика, как ADA, COBOL, FORTRAN и PL1. Вы вообще когда-нибудь слышали про PL1? Ну и это ещё не всё. Помимо всего для этого компьютера есть самые настоящие операционные системы. Издревле штатная операционка ATM Turbo являлась CPM. Эта универсальная ось, написанная специально для 8-битных процессоров Intel 8080 и Z80, которая зашивалась в ПЗУ АТМки. Фирменные игры и прикладной софт для раскрытия всего потенциала машины писался именно под эту ось. В 2005 году на основе питерской операционки из DOS команды NEDA PC была создана TASIS OS, которая учитывала особенности железа ATM Turbo и могла быть установлена на жёсткий диск. Об этой системе я упоминал в видео о сборке ATM Turbo. А в 2019 году от этой же команды вышел первый релиз новой операционной системы NEDA OS, которая поддерживает большое количество периферии, работу с фаторазделами и имеет многозадачность. Многозадачность на спектруме! Охренеть! Ну вот и добрались до самого интересного. Ни один уважающий себя компьютер не может обойтись без игр. Точный порт знаменитого принца персии с IBM PC. Эта игра одна из самых старых на TM и по идее должна была показывать всю мощь этих машин. Но вышло всё наоборот. Игра ужасно тормозная и даже турбо-режим не спасает ситуацию. Ходят слухи, что игру портировали с исходников пяти версий, когда они не были ещё опубликованы в открытом доступе. Что, в общем, не сыграло на руку этой игре. Из-за плохой оптимизации кода, игра сильно подтормаживает на большом количестве движущихся объектов на экране. У разработчиков были планы по дальнейшему улучшению игры и даже озвучке. Но при угасающем интересе пользователей к спектруму, этим планом так и не суждено было осуществиться. Осуществится Очередной порт знаменитой игры с фирменного каталога фирмы MicroArt. Три гоблина пытаются помочь своему королю, который сошёл с ума при загадочных обстоятельствах. Они встречаются с волшебником Ньяком, который сообщает им, что может вылечить безумие короля, если они принесут ему три предмета. Однако после получения предметов выясняется, что Ньяк и стоит за безумием короля, а гоблинов он лишь использовал в своих тёмных целях. Игра наступает на те же грабли, что и Принц Персия. Плохая оптимизация и отсутствие музыкального сопровождения сводят на нет все плюсы этого порта. А ведь игра в своё время была очень популярной. Ещё одна игра от фирмы MicroArt под операционную систему CPM. Не постеснялись вставить рекламу своей продукции. Гора лишних настроек, противная музыка и тормоза при появлении врагов. Разработчики постарались сделать всё, чтобы играть в это не хотелось. Ну и как же обойтись без пиксельных тёток? Magic Squares это сборник из игры Lions Reverse, где за прохождение уровня открывается часть пикантной картинки. Это, наверное, единственная игра от отцов от IM Turbo, в которую можно относительно комфортнее играть. Под систему CPM были и другие игры, но в основном это были простенькие логические игрушки, на которые не хочется тратить время. Поэтому перейдём к более свежим работам, которые были созданы энтузиастами уже в 21 веке. Вторую половину нулевых можно смело назвать периодом возрождения TM Turbo. Дмитрий Быстров, он же Alone Coder, в 2005 году публикует игру Punk. Хоть она и не отличается оригинальными игровыми механиками, но это первая игра после десятилетнего застой платформы. Ещё одна игра от Дмитрия Быстрова под расширенную графику TM, выпущенная в 2006 году. Играем за шар, преодолеваем препятствия, скачем по платформам и стараемся не упасть в бездну. Паренёк-ниндзя после надирания задницы дьявольским отрудием решает взять небольшой отпуск и отправляется в родную деревню за своей девушкой. Но обнаруживают, что её похитила злобная обезьяна. И ниндзя Джер незамедлительно отправляется на поиски своей возлюбленной. И вся эта сюжетная вакханалия дополняется зажигательным треком Рика Эстли. Оригинальная игра вышла в Испании в 2014 году для стандартных 128-килобайтных спектрумов. А позже была адаптирована для компьютеров от AM Turbo с поддержкой высокого разрешения и перекрашиванием графики. Субтитры создавал DimaTorzok Биг Эль ещё одна технодемка, которая хочет быть игрой. Но всего лишь показывает возможность создания 3D-уровней в стиле Wolfenstein 3D. Динамичный и очень хардкорный скролл-шутер в постапокалиптическом сеттинге Nomad расскажет историю о страннике, который путешествует по руинам цивилизации и истребляет роботов, главная цель которых — это уничтожение остатков человечества. В конце каждого уровня ожидает битва с сильными боссами. Игра достаточно сложная, но и достаточно интересная. Эта простенькая игра является клоном знаменитого динозаврика из браузера Google Chrome. Бежим и прыгаем через препятствие, пока не надоест. Оригинальная игра была издана в далёком 1989 году для классических спектрумов и была перекрашена под расширенную графику ОТМ. Никаких других отличий от оригинала нет. Порт игры с Commodore 64. Главной особенностью игры является разрешение 640 на 200. Достаточно сложный и красивый скролл-шутер, который разрабатывался под ZX Evolution с частотой 14 МГц, но на ТМ2 с 7 МГцами работает заметно медленнее. Интсмаут Интсмаут – это самый настоящий хоррор квест, красивая картинка, да ещё и полностью на русском языке. По сюжету главный герой вместе с друзьями путешествует по забытым уголкам страны, но они попадают в бурю и решают переночевать в гостинице, которая находится в заброшенном городе. Когда герой просыпается, то обнаруживают, что во всём здании он один, а все друзья убиты. Наша цель – понять, что произошло и как отсюда выбраться. Бродим по гостинице, собираем вещи, решаем загадки, в общем всё, что нужно любителям этого жанра. Игра в когда-то популярном жанре Xonix. Отхватываем у врагов территорию, стараясь не попадаться у них на пути. При завоёвывании указанной площади поля уровень считается пройденным, и фоновая картинка открывается целиком. Думаете, это просто? До хрена лысого! С каждым уровнем растёт количество вражеских шаров, и приходится продумывать каждый шаг. А любая ошибка ведёт к поражению. Конёк-грабунок и топор от советской игровой системы T.M.C.1. Может у кого-то эта игра и вызывает приступы ностальгии, но я в детстве в неё играл всего один раз, и она мне жутко не понравилась. Впрочем, по прошествии многих лет моё отношение к ней не изменилось, и кроме чувства уныния, эта игра ничего не вызывает. Управление топорное, медленное и неотзывчивое. В общем, на любителя. В лаборатории на планете Паллада вышел из-под контроля следуемый объект, в результате чего все системы оказались под его влиянием. Единственная надежда на спасение – робот под кодовым названием Project Robo, за которого, собственно, нам и предстоит играть. Игра радует отличной музыкой, красочным оформлением и разнообразием врагов, а вот анимация спрейтов хромает. Игра довольно короткая, и на полное прохождение выходит 10-15 минут, но создатели обещают новые уровни при повторном прохождении игры. Порт с приставки Sega Megadrive. Играем то ли за колобка, то ли за медведя, уворачиваемся от врагов, собираем монеты и путешествуем по уровням. Игра интересная, довольно объёмная и местами заставляет напрячь мозг. Но даже разогнанного процессора до 7 МГц недостаточно для приемлемой плавности. Серия игр Space Mercenary расскажет историю трудовых будних наёмника, который борется с космическими пиратами. Игра выполнена в стиле коридорного экшн-рпг с применением псевдо-3д-графики. Не такая отзывчивая, как хотелось бы, но обратить внимание на неё определённо стоит. Всего вышло две полные части игры и демоверсия третьей, которая так и не была доделана. Любителям Doom RPG или Zero Tolerance должна понравиться. Тайм Гэл – порт одноимённо аркадной игры в стиле интерактивного кино. В нужный момент времени необходимо правильно нажать кнопку, иначе будет проигрыш. Эта игра разрабатывалась в качестве демонстрации видеоплеера, который был способен работать с CD-дисками. Но одновременно стала и первой игрой на ZX Spectrum, которая в качестве носителя использовала оптические диски. Кстати, показанные ранее ролики открываются плеером, который написал Максим Тимонин на основе движка из этой игры. Максим Тимонин на основе движка из этой игры. Графическая новелла про Англию начала 20 века, полицейского и детективные приключения. К сожалению, так и осталась незавершённой. Костяк Тимонин на основе движка из этой игры. было сделано несколько игр. Вот, например, Season of the Sakura. Анимешный симулятор школьника портирован из ПК с типичным анимешным сюжетом. Главный герой перевёлся в новую школу и в него тут же влюбляются все девчонки, а кого из них выбрать, нужно решать нам. В общем, игра про любовь-морковь и прочую подростковую пошлятину имеет несколько концовок. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один порт с персоналок. «Книга мёртвых» — это первая российская анима-новелла в стиле хоррор, выпущенная в 2006 году, а в 2009 портирована на спектру. В США, 20-е годы. Чарльзу в наследство дяди достается мрачный особняк, где ему вместе с женой предстоит прожить месяц до вступления в право собственности. Но через несколько дней в время начинает твориться разная мистическая чертовщина. История трёх сестёр — это очередной порт с ПК. История повествует о сложных взаимоотношениях двух братьев, виновника смерти их отца и трёх его дочерей. Оригинальная игра вышла под DOS в 1996 году и была портирована на спектру в 2009. Ну а самое интересное — я припасный десерт. Следующие игры были созданы под операционную систему NidaOS, о которой я говорил раньше. Старый добрый чёрный ворон Вячеслава Медноногова, да в новом облике. Илоун Кодор раскрасил картинку под палитру ОТМ и избавил игру от клэшинга. Определённо стоит внимания. Нет, это не шутка, и Дэнди я не подключал. Это порт всем известного авдопроводчика, да и не совсем порт. Автор данной работы всё тот же Лоун Кодор, который поступил очень хитро. Он не стал перерисовывать графику, а с нуля написал собственный движок, который берёт спрайты и скрипты прямо из оригинального образа игры. Как видно по частоте кадров, 7 МГц ему явно недостаточно для комфортной игры. Но на ZTEX EVO будет всё очень даже играбельно. Единственное не совсем понятно, как реализован звук, ведь это явно не чипа Y. Вы только посмотрите на это. Это самый настоящий Wolfenstein 3D. Правда, это всего лишь демка, враги не двигаются, но зато можно побегать по коридорам. Плавность 3D графики просто поражает, и это на процессоре 7 МГц. Авторы этого компьютера, даже закудалову Принза Персии, нормально перенести не смогли. Надеюсь, что когда-нибудь эта демка станет самостоятельной полноценной игрой. И это лишь часть из своего софта, который написан специально для ATM Turbo. Команда недо-пси всячески продвигает ATM-платформу и в этом году устраивает уже шестой по счёту конкурс игр и демок «Твоя игра». Помимо этого, каждый год выходят новые софты и игры от других разработчиков, поэтому списывать этот компьютер со счетов ещё очень и очень рано. Надеюсь, это видео пробудет у кого-нибудь желание обзавестись этим стареньким, но по-настоящему крутым компьютером. Ссылки по теме будут в описании к этому видео. А напоследок, как обычно, прошу поддержать видео лайком, а канал подпиской и колокольчиком. Всем удачи и пока!